Не пройти мне ответ Время пять папирос, мёртвый город хоронит Свои голоса потерялись и бродят Между стен небеса Рождество наступило В подвале темно, сколько душ погубило Напротив окно я забыл, что в природе Ещё что-то есть Шестого приняли роды Без шести минут в шесть А наутро выпал снег После долгого огня Этот снег убил меня Погасил короткий век Я набрал его в ладонь Сплюнул в белый грязь и пыль То ли небы, то ли вы То ли вечность, то ли вонь Друзья, всем привет! Сегодня у нас разбор песни ДДТ Мёртвый город Рождество Посмотрим технически, как сыграть И начнём с самого аппетитного Это, конечно, вступление и проигрыши Которые у нас играются потом Постоянно Какие аккорды обыгрываются в проигрыше? Аккорд ми минор Аккорд до мажор в такой постановке С открытой второй струной Аккорд ре мажор обыгрывается Аккорд соль мажор И аккорд си мажор септовый Начинаем мы с такого хода Участвует четвёртая струна и третья И мы делаем два хаммера на второй лад То есть открытая струна сначала звучит И потом мы Средним пальцем я это делаю Извлекаем звук Именно с помощью хаммера Потом у нас второй хаммер Это на струне 3 Такой же Тоже на втором ладу Вот так Здесь я играю пальцем По четвёртой струне большим По третьей Указательным После этого Следующий такт Мы начинаем играть уже аккорд До мажор Ставлю безымянный палец на третий лад Пятой струны И больше ничего не зажимаю Он прикасается у меня к четвёртой струне Потому что Быстро поставить средний палец вот сюда Ну Не очень Не очень получается, да? Поэтому мы опускаем четвёртую струну Глушим её таким образом, да? И играем по струнам Пять Три Два Один, да? Первый удар у нас идёт именно щипком То есть мы Щипнули Пятую струну и первые три После этого мы продолжаем бой, да? Вниз Вверх у нас идёт Вот что получилось После этого мы обыгрываем аккорд ре мажор Но Здесь важно поставить Левую руку В правильной аппликатуре Смотрите Средний палец Это у нас Третья струна Второй лад Мизинец Это у нас Третий лад Второй струны И безымянный палец Это второй лад Первой струны Неудобная, конечно Постановка Но мы привыкаем Нам нужен указательный палец Который будет обыгрывать мелодию, да? Бой у нас идёт Вниз Вверх Вниз Вверх В данном случае, да? На аккорде Ре мажор И мы обыгрываем Удар вниз у нас идёт По Этому аккорду, да? Удар вверх Мы ставим уже Указательный палец Это получается Септовый Ре мажор, да? И потом Вниз Мы уже открываем У нас открытая Вторая струна После этого у нас идёт Вверх Как переходной Да? Удар просто по всем струнам Мы начинаем Ставить наш аккорд Соль мажор, да? Итак, что получилось на выходе? Щепнули Вниз Вверх Вниз Вверх Вниз Вверх Думаю понятно Пока мы бьём вверх По открытым струнам Желательно по первым, да? Четырём Мы ставим аккорд Соль Мажор Я его зажимаю таким образом Безымянный палец У меня жмёт Третий лад шестой струны Мизинец Третий лад первой струны Этот же палец Безымянный Прикасается к пятой струне И глушит её Не нужна она нам, да? Остальные струны открытые И у нас идёт удар Вниз Вниз Вверх Можно так же щипнуть Как мы делали, да? Вот То есть мы разок сыграли Соль, да? Вниз Вниз Вверх Потом у нас опять обыгрывание аккорда Ре Мажор Также Вниз Вверх Вниз Вверх Опять мы играем соль И дальше мы ставим аккорд Ставим аккорд септовый, да? Си Си минор септовый В открытой позиции И обыгрываем так То есть у нас Пятая струна идёт, да? Потом Четвёртая струна И потом Вниз Вверх Вот так должно получиться Можно большим пальцем только, да? Так попробовать Либо я делаю большим пальцем И указательным И потом мы обыгрываем аккорд Ми Но ми у нас такое Мы здесь играем мелодию, да? То есть у нас бас шестой И открытая третья струна И вниз вверх, да? Затем у нас следующая часть Она абсолютно такая же, но Немножко другая концовка Давайте попробуем первую часть сыграть медленно Ну, думаю, понятно, да? Дальше мы опять Продолжаем, да? Наши хаммеры идут После этого опять у нас До Ре Соль Ре Соль И вот здесь Можно один раз ударить на аккорде Си мажор, да? Септум То есть перебор 5-4 Удар И мы дёргаем уже На аккорде ми минор Шестую и четвёртую струну Вот так И ждём, да? Целый такт у нас идёт вот это гудение После этого мы начинаем играть Обычной шестёркой По сути у нас и куплет и припев Играется обычной шестёркой Небольшие изменения у нас в куплете есть Сейчас посмотрим Шестёрка, понятно, да? Вниз Вниз Вверх Вверх Вниз Вверх Два раза вниз, два раза вверх И потом вниз вверх Вниз 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 Вверх Вниз Вверх Значит, на примере я отметил аккорды, те, которые играются коротко, темной подсветкой, да, такой. Те аккорды, которые мы играем шестеркой полностью, они светлые. Те аккорды, которые играются коротко, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, они подсвечены темным синим цветом. Чтобы было удобнее разучивать песню и играть вместе с моим исполнением, допустим, да. Пройдемся по куплету. Первая строчка. Не пройти мне ответа. Ми-минор играется полностью. Там, где пули, вопрос, где каждый. До мажор играется в половину. Ре мажор играется в половину. Соль мажор и си мажор септовый тоже играются в половину. Заметьте, что последний удар вверх у нас всегда, он практически всегда переходный, да. То есть бьются открытые струны, по сути. То есть вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, да. Здесь, вот на аккорде ре мажор, когда я бью вверх, я уже начинаю ставить соль мажора выстраивать, да. И у меня как бы мизинец становится на третий лад первой струны. При этом переходе у нас просто подкрытым струном, да. При переходе с си мажора на ми у меня остается палец средний, да, на месте. Остальные быстренько перестраиваются, да, как надо. Дальше. Шаг с сантиметром. Ми, минор, полная шестерка. Время пять, папирос. Значит, время и пять у нас пополам, да. То есть половинка, половинка, папирос. Папирос мы проигрываем полностью. Соль мажор. Мертвый город хоронит. Полностью ля минор. Свои голоса. Свои. Ре мажор полностью обыгрываем шестерку. Свои голоса. Половинка, половинка. Соль мажор и си мажор обыгрывается половинка. Потерялись и бродят. Полностью ми минор. Между стен небеса. Си мажор в этом случае полностью обыгрывается, да. Последняя строчка. Небеса. Рождество. Вот здесь вот небеса и Рождество. По половиночке у нас делается ми минор и си мажор септовый. Дальше все так же, в принципе, да. Наступила шестерка. До, ре пополам. Соль, си пополам. Ми полная шестерка. До, ре пополам. Соль полная шестерка. Ля минор полная шестерка. Ре мажор полная шестерка. Соль, си пополам. Ми минор полная шестерка. Си минор Си мажор, полная шестерка И 5 минут в 6 Здесь мы делаем паузу, допустим, да? Просто проводим по струнам Без 6 минут в 6 И начинаем петь Сделали заходной аккорд Тоже так же, вот арпеджио Просто по всем струнам Си мажор стартовый А на утро выпал снег И играем полные шестерки здесь После долгого огня Здесь все шестерки полные Этот снег убил меня Понятно, да? То есть соль, си, ми Понятно Потом ре я набрал в ладонь Тоже соль Здесь тоже, здесь тоже Дальше мы полностью все То ли вечность, то ли вонь На вонь мы просто Опять же делаем арпеджио по всем струнам И начинаем играть нашу проигрыш Проигрыш играется после каждого припева Второй куплет у нас играется так же, как и первый Все, в принципе Но можно погромче немножко играть Более поувереннее, да? Эту шестерку Припев такой же у нас В принципе, проигрыш потом идет И в конце у нас повторяется Практически повторяется первая половина куплета Там все так же Но мы уже играем потише, да? Я вчера был живой Живой тоже мы делаем арпеджио по ми минор И у нас опять идет Без припева Мы сразу начинаем проигрыш Ну вот, кажется, все Если есть желание более подробно разобраться На блоге есть табулатора Вы можете скачать И посмотреть все нюансы Которые я, возможно, не учел Не объяснил Спасибо вам за просмотр Спасибо вам за лайки Спасибо за комментарии И приходите на стримы Которые проходят каждую пятницу Под гитару Поем Общаемся в чате Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok